Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских. Глава региона подчеркнул, что сегодня важнейшим вопросом остается поддержка семей участников специальной военной операции. Наш регион стал первым, где появился центр реабилитации участников СВО. Он откроется на базе бывшего профилактория УАЗ. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце этого года. Сегодня члены семей бойцов, находящихся в зоне СВО, обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте. Питанием в школах и детских садах. Дополнительным образованием, социальным обслуживанием и юридической помощью. С ноября 2022 года в соответствии с региональным законодательством по вашему поручению участники СВО в Ульяновской области освобождены от уплаты транспортного налога, пении штрафов по оплате ЖКУ. Семьи ульяновских бойцов могут воспользоваться услугами социальных нянь для детей. Детям бойцов вне очереди представляются места в детских садах. По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновской области продолжается социальное сопровождение членов семей, участников специальной военной операции. Приняты все нормативно-правовые документы. На сегодня почти 6 тысяч семей у нас получают необходимые меры поддержки. Также за каждой семьей у нас закреплены ответственные сотрудники, как на уровне муниципальных образований, так и членов правительства. Наши министры, заместители председателей правительства, которые курируют те или иные районы. С 1 сентября во всех школах России начнет действовать новый стандарт профориентационной работы. Ульяновск не станет исключением. Новый стандарт охватит все школы региона, включая учеников 6-11 классов. Можно выделить в стандарте три уровня. Базовый, основной и повышенный. В рамках этого стандарта есть 7 направлений, которые мы в регионе будем реализовывать. Это и воспитательная работа через экскурсии и знакомство с предприятиями. Это работа с родителями. Это внеурочная деятельность. Это отдельные уроки по профориентации. В конце мая в Ульяновской области состоится выставка-форум производителей продукции и услуг «Сделано в Ульяновской области». Задача форума – продвижение продукции региональных предприятий на национальные и международные рынки. Отдельно для нас важно – это байерские туры, когда зарубежные импортеры будут делать байерский тур по нашим предприятиям. И в этом году страны-партнеры – наши Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Иран. В Ульяновской области успешно реализуются национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство», а также международная кооперация и экспорт. В 2023 году работа ведется по трем направлениям. Это создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а также акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. На 2023 год финансирование проекта составляет 934 миллиона рублей. Руководитель ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова рассказала об электронном сервисе, который позволяет молодым родителям не обращаться в ЗАГСы, чтобы получить свидетельство о рождении детей. Информация из личного кабинета мамы передается в ЗАГС через госуслуги. Совсем скоро регистрация рождения детей станет полностью электронной. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.